Действительно, мне предложили объединить такие темы, безусловно, очень актуальные, как цифровое образование, которое в большой степени стало реальностью, с другой стороны, я еще буду говорить о том, что в очень малой степени стало реальностью. А с другой стороны, такая тема, как персонализированное образование. Образование больше, чем индивидуальное, идущее к каждому учащемуся, и сейчас я про это тоже буду говорить. Ну вот я сначала хотел бы отнестись к истории и рассказать, может быть, что-то о своей личной истории, о школе Николая Николаевича Константинова, потом о некотором очень новой вещи, это такая школа 42, потом про цифровую экономику, программа, которая сейчас принята в Российской Федерации, и потом такая основная часть про цифровую среду деятельности, планирование и так далее, и про некоторые прецеденты, и закончу конкретным примером школы, где мы сейчас все это начали реализовывать. Ну вот, в смысле такого персонального, персонализированного образования, у нас есть классические примеры, такая идиллия сельской школы, когда есть вот эти самые молодые учительницы, которые обеспечивают индивидуальный подход и отслеживание образовательного пути каждого ученика. Конечно, сегодня это нереально, и я скажу о другом историческом прецеденте, который начался в математических школах Москвы и России в середине 60-х годов, когда математики создали школу для своих детей, в которой была одна очень простая идея, что дети должны не решать серийные математические задачи, а заниматься тем, чем занимаются взрослые математики, профессиональные математики или специалисты по приложениям математики, и которая обычно не присутствует даже в университетах. Конечно, и в технических университетах студенты не создают математику свою, и в классических университетах, ну вот, например, я работаю на механико-математическом факультете МГУ, как бы такое ведущее место в стране, и там студенты тоже очень мало занимаются тем, что придумывают математику. Когда я говорю о создании математики, я, конечно, не имею в виду, что все студенты придумывают новые, до этого неизвестные математические теоремы. Но, как мы с вами хорошо понимаем, если речь идет об образовательном процессе, то он повторяет то, что, конечно, было сделано профессионалами, взрослыми людьми, или всем человечеством, когда-то в прошлом. Важна индивидуальная, конечно, новизна, индивидуальное изобретение. И вот здесь ключевой момент системы, о которой я говорю, то, что, вот, создавая эту математику, ребенок постоянно получает помощь, помощь не только от учителя, которого на всех не хватает, но и от студентов, которые пришли из университета, и вот вместе с учителем работают с этим классом, как правило, за бесплатно или почти за бесплатно, и помогают каждому из учеников идти по его собственному пути. И здесь важная деталь состоит в том, что это студенты обычно не очень сильные, скажем так, такое слово используем деликатные, студенты педагогического вуза, это на самом деле уже тоже работающие математики, то есть люди, которые работают где-то, ну, в данном случае в математике, но это несущественно, математика здесь некоторое очень удобное поле для обсуждения. И они заняты созданием новой математики тоже. И вот эта история про педагогику открытия нового и создания будущего является ключевой в решении проблемы мотивации. Вот эта мотивация от новизны оказывается очень сильным лекарством, или сильным наркотиком, если можно употребить даже такое слово, от школьной скуки, от серых коридоров и грязных туалетов, от того, что отвлекает ребенка. И вот мотив создания и открытия нового является важнейшим мотивом в этой индивидуализации. Я напомню, что Алан Кейн, я тут его вспоминаю, сказал, что лучший способ предсказать будущее – это создать его, изобрести, спроектировать и осуществить. И своеобразная технология использовалась и очень устойчиво продолжает использоваться по сей день в школе Николая Николаевича Константинового, которому в этом году исполнилось 85 лет. Он работает в школе по-прежнему, хотя меньше, чем, конечно, в прошлые годы. Каждый ребенок получает индивидуальный список заданий. Все дети получают один и тот же список, но каждый двигается по этому списку индивидуально. Этот список заданий располагается на таком листочке бумаги. Когда-то, значит, он распечатывался на пишущей машинке, разумеется, сначала ксероксов не было совсем, потом они были, но были запрещены к использованию простым человеком. И вот это самый Эрик, который берет 4 копии, на самом деле можно было засунуть 6-8 тоненьких бумажек. Ну и вот накануне я, например, садился, делал 4 закладки и получал нужное количество листочков на всех детей в классе. И дальше вот есть такие обстоятельства. Во-первых, листочек начинается с очень простых задач, кончается сложными. Но не считается, что каждый должен дойти до конца листочка. Это вопрос его индивидуального драйва, интереса, способностей и всего прочего. Во-вторых, задания часто сдаются письменно. Во многих заданиях указывается, что нужно написать что-то. С другой стороны, когда ты уже это написал, то ты это можешь дать учителю, а именно студенту. Студент говорит, да, ну все правильно, хорошо, молодец, давай немножко поговорим. Или не говорит, а просто ставит плюсик, что ты это сделал. А иногда неправильно. И тогда это очень интересный момент. Вот начинается та самая коммуникация, из письменной, переходящая в устную, обсуждение хода твоей мысли. Конечно, тебе не рассказывают решения, но тебе дают какие-то соображения, показывают, что что-то у тебя не так, что-то не получилось. Или наоборот, вот здесь вроде бы хорошая идея, но надо ее обобщить и так далее. Вот это вот и есть такое персональное внимание, персональное участие к тому, что происходит. Вот таких групп в классе бывает 4-5, то есть на одного студента приходится какое-то количество школьников. Ну, 6-8, может быть, человек. А иногда поменьше, если повезет. Я так детально останавливаюсь на этой технологии, ну, потому что действительно в этой аудитории уже много было таких методологических позиционных докладов. Вот один из прекрасных докладов одного из создателей современной интерпретации универсальных учебных действий. Александра, мы только что слышали. Но еще интересно, конечно, что происходит в реальной школе. С одной стороны, в сегодняшней школе в городе, и про это можно было бы делать отдельный доклад, но я специально взял такой исторический прецедент, который существует все 50 лет после этого. На самом деле, вот это сочетание трудностей и посильности, которые регулируются в такой технологии естественно и органично, является, конечно, ключевым моментом в той самой мотивации, о которой я говорю. Еще хотелось бы отметить, что вот в этой ситуации такая довольно тонкая и деликантная работа, как соревновательность, оценочность, она отходит на второй план. Вот ученик сам находится в своем плане действий, он сам его осознает, он видит, какие задачки идут дальше, может пропустить какую задачку, попытаться решить следующую. И это такой саморегулирующийся процесс. Если ему удалось дойти до конца, я уже говорил, обычно это бывает не катастрофично. Ну вот оказалось, что эта система, которая создалась группой людей, дальше в течение последующего полувека персонифицировалась именно Николая Николаевича Константиновна, портрет которого здесь имеется. И одним из доказательств его устойчивости и жизненности является то, что выпускники этой системы снова приходят в школу. Я довольно редко ссылаюсь на персональный опыт в своих выступлениях, почти никогда, но здесь просто хотел бы сказать, что как-то у меня была дискуссия со студентами Ленинского пединститута, они говорят, что нужно изучить курсы педагогики и психологии, чтобы прийти работать в школу. Ну, мы хотели это сделать параллельно, чтобы они были в детском саду, были в школе, а еще, исходя из этого, понимали бы что-то про педагогику и психологию. В какой-то момент я понял, что у меня, к сожалению, нет и никогда не было педагогического образования, но я пришел работать в класс к девятиклассникам и начал что-то с ними делать, вот с теми же самыми листочками, когда мне было 16 лет. И я ощущал абсолютную необходимость прийти в класс и там учить детей. Вот эта традиция существует в достаточно большом количестве школ, города и страны, ну, в частности, вот довольно таких знаменитых школах, вот седьмая школа, где я работал, пятьдесят седьмая, где даже я немножко работал, которая помогала в разных отношениях, и сегодня это 179-я школа, такая довольно занятная школа в городе Москве, в которой учатся, сейчас я пронесу смешную цифру, 450 детей. В Москве таких школ практически не существует уже, и в других регионах их осталось мало, а эта школа существует, потому что она часть вуза, на самом деле, часть моего вуза, где я когда-то работал, и поэтому она ни с чем не объединяется, ее так невозможно административно объединить, но, может быть, скоро все-таки с чем-то объединят, и эта школа сейчас попала в рейтинг федеральных школ среди московских на первое место, абсолютно на третьем месте стоит. Это почти арифметически невозможно, почти невозможно, чтобы школа, где учатся через 350 детей, оказалась бы первой среди московских школ. Вот в этом году один школьник из этой школы, Дима Захаров, решил задачку, которую пытались решать многие взрослые профессиональные математики, поставленная была Данцером и Грунбаумом, какого-то прогресса там достиг очень знаменитый такой венгерский математик Пол Эрдеш, который тоже был знаменит именно тем, что он ставил очень сложные задачки, и решал некоторые очень сложные задачки. Ну вот Дима Захаров там достиг существенного прогресса, перекрыв, усилив результаты Эрдеша. Вот это та самая стыковка между профессиональной деятельностью и школьной учебой. Ну, конечно, там не только листочки, раздругие вещи тоже происходят. И вот итог всего этого рассмотрения, мне кажется, хорошо отражается словом, который Сан Григорьевич Осмолов использовал в нескольких последних своих работах, это преадаптация. Ситуация стоит в том, что вот человек, который все время сталкивается с чем-то новым, не пытается все время повторять какие-то традиционные алгоритмы, решать похожие друг на друга задачи, достигая большего уровня безошибочности. Вещь полезная, но часто далеко не самая необходимая. А все время сталкивается с новой ситуацией. Вот там и возникает то самое готовность к встрече с новизной и к формированию этой новизны, к созданию будущего, о котором я уже говорил, которое отражается вот в выступлениях Александра Григорьевича, словом, преадаптация. Вот мне кажется, что тот способ обучения, о котором я говорю, как раз является примером такого преадаптационного подхода. Я хотел бы сказать, что вот к такой проблеме, как выстраивать индивидуальные и планировать, самое главное, индивидуальные маршруты для каждого ученика, был в еще более массовом масштабе реализован в уровне дифференциации. Вот здесь присутствует только Борисовна Логинова, которая вместе с таким очень крупным нашим ученым и большим человеком Виктором Васильевичем Ферсовым когда-то в сотнях школ города и страны реализовывала идею, когда для каждого ученика проектируется его собственный путь, разный в разных предметах, и достоинством является то, что этот путь реализуется, даже если это на самом деле по какой-то абсолютно никому часто бывающей неизвестной шкале соответствует тройке, то и ребенок, и родители оказываются довольны, потому что это ровно то, что запланировано. Вот это важный элемент уровня дифференциации, о котором стоило бы, я думаю, что вспоминать почаще в нашей работе. Вот совершенно другая история сейчас происходящая. Это история про школы, которая была создана в Париже миллионером, миллиардером таким Ксавьен и Элем в 13-м году, не так давно, и можно сказать, что это школа полной неопределенности. Опять-таки, находясь в парадигме Александра Горького Часмолова, мы видим, что в этой школе нет уроков, аттестатов, а профессора заняты непонятно чем. Никто из них не читает лекции, никто не проводит семинарских занятий. Ну, а время от времени приходит группе студентов, маленькой из двух студентов или большой из 500, и говорит, а вот есть такая задача, или есть вот такая проблема, вот нужно запрограммировать такой-то процесс, создать такую-то модель. В этой школе огромный конкурс, там из 70 тысяч туда поступает, скажем, 400 человек. Они сейчас существуют и в Калифорнии, и в Молдавии, и еще в десятки стран мира. И процесс образовательный состоит в том, что уже поступившие туда студенты, некоторые из них сегодня школьники, они еще не закончили школу, другим 25 или там 28 лет, они друг с другом общаются, и когда у кого-то из них что-то не получается, он может обратиться к другому и обсудить, как это делать. И постепенно возникает вот такая ситуация, когда эти самые участники этой школы, ну, так говорю, дети, подростки, молодые люди, студенты, школьники, одновременно являются создателями нового и одновременно учат друг другу. Вот эти три функции, функция открытия и создания, функция учения самого себя и учения другого или обучения, вот это и есть современная такая важная парадигма, о которой можно говорить. Ну, вот я заведомо обратился к некоторому прошлому, которое существует по сей день, и к некоторому будущему, которое состается буквально сегодня. Цифровой разрыв. Ну, вот я уже говорил о том, что школа становится цифровой, но на самом деле общество становится цифровым намного быстрее. Все профессионалы используют постоянно те или иные цифровые технологии. И вот разница между тем, что происходит в жизни, в работе профессионалов или просто каждодневной деятельности каждого человека и тем, что происходит в школе, на самом деле растет. Вот те цифровые ресурсы, инструменты деятельности, источники информации, сервисы, которым пользуются взрослые люди, школьникам, как правило, если и доступны в школе, то их использование очень ограничено или просто пресекается. Ну, вот в каком количестве школ сочинения сдаются, пишутся на компьютере и сдаются телекоммуникационно. Ясно, что все люди сегодня, которые что-нибудь пишут, они пишут это на компьютере. А дети, которым нужно что-то написать, мы их учим писать ручкой. Каждый раз, когда это обсуждается в какой-то аудитории, конечно, есть люди, которые начинают говорить разные такие магические слова про мелкие моторики, развитие мозга и так далее. Ну, я не берусь обсуждать эти тезисы, они мне кажутся очень, мягко говоря, сомнительными. Фактически, мы говорим о том, что, скажем, математики сегодня, вся та математика школьная, связанная с решением уравнений, неравенства, провозывания многочленов и так далее, ее сегодня умеет делать компьютер. Значит, нам нужно серьезно подумать о том, почему в школе это делает не компьютер. Чему это помогает? Развитию мышцы или глаз, или тех же мозгов, и почему это лучший способ развития мозга, именно попытка решать такометрические неравенства. Ну вот, если мы дадим детям в школе что-то близкое к тому, что используют все остальные вне школы, то это значит, что мы немножко преодолеем этот самый разрыв. Теперь о некотором специфическом виде использования информационной среды в школе. Ну вот, я уже упомянул о том, что когда-то мы печатали эти самые листочки на пишущей машинке, именно конкретно на Эрике я их печатал, а сегодня у нас есть ксерокс. Но, конечно, этим дело не ограничивается. На самом деле, очень важным является возможность погрузить весь образовательный процесс в эту самую информационную среду, и дальше в этой самой среде можно спланировать образовательную траекторию каждого ребенка. В ней же, на самом деле, происходит деятельность, вот о которой я только что уже говорил. Эта деятельность может фиксироваться и записываться, причем не только вот это самое сочинение можно послать через эту среду, ну, вместо того, чтобы послать по электронной почте. И вся работа по созданию следующих версий сочинения, по получению реакции на него и так далее, она может идти в этой же самой среде. Ну, надо сказать, что вот такой простой пример. Есть традиционный жанр домашнего задания. На самом деле, он выглядит довольно дико. Учитель дает детям домашнее задание по русскому языку или математике, они выполняют его в тетрадях, приходят на следующий урок, сдают тетради, учитель потом дома их проверяет и может обсудить с ними еще на следующем уроке. Вообще говоря, это такой полностью запутывающий у человека формат деятельности. Ты что-то сделал, но тебе это не комментируют, а будут комментировать когда-то в будущем. А сейчас объясняют новый материал. Ну вот, цифровая среда позволяет очевидным образом этот анахронизм преодолеть. И дальше идет важный очень этап, это вот именно реакция учителя и всего коллектива, может быть, нескольких учителей, учителя информатики, учителя русского языка и учителя истории на сочинение по литературе. Анализ и оценивание, а оценивание, главное, есть рекомендация по улучшению твоей работы. И вот это улучшение является принципиально новой чертой тоже цифрового образовательного процесса. И дальше возникает обратная связь принятия решений. Вот этот вот цикл планирования и каждого небольшого шага внутри предмета и вообще все деятельности, учащиеся в течение всего образовательного процесса в школе и составляют такой вот цикл, который вот присутствует здесь Павел Довальевич Рабинович очень любит вспоминать американское слово agile, который означает именно такой процесс, когда коллектив создателей чего-то в данном случае коллектив школы продвигается вместе с каждым ребенком и с родителями по образовательному пути постоянно уточняя свои цели и свои действия. Вот реализация этого в массовом масштабе имеется скажем в системе школ которая называется Summit Schools в Соединенных Штатах. Ну вот последнее важное направление которое мы хотим сказать об этом тоже Павел Довальевич уже упоминал это вещи связанные с такими перспективными технологиями. До этого АГВЛ об очень таких простых кондовых технологиях вот есть там среда в которой можно что-то положить написать послать и так далее. С другой стороны вот сегодня есть такое общее представление о том что образование генерирует огромный массив данных и вот эти данные можно анализировать. Простенькими примерами такого анализа является вот некоторые среды имеющиеся в Академии Хана в московских школах в математическом таком продукте начальной школы матрешка в системе учи.ру но с другой стороны можно использовать более тонкие более тонкие инструменты такого глубокого машинного учения или обучения которое сейчас пытаются тоже использовать вот в двух системах которые здесь упомянуты Кеньютон и Альтскул в Соединенных Штатах в отличие от Саммитскул который является массовым явлением это является такими уникальными экспериментальными в целом речь идет о том что человек сегодня живет и рождается уже в прозрачном мире когда все что происходит записывается может быть проанализировано и использовано ну иногда во вред человеку если он не будет вести себя достаточно осторожно а иногда вот именно в пользу о которой здесь я говорю и последнее совсем уже это вот большой проект который сейчас начинается в масштабах страны в и называется цифровая экономика Российской Федерации это постановление подписанное представителем правительства Дмитриевичем Медведевым 28 июля 17 года в рамках которого будет создаваться инновационная площадка цифрового образования где вот все эти механизмы аспекты о которых я говорил будут реализовываться уже во все более расширяющемся массовом порядке где будет использоваться правовая нормативная база ну нечто вроде скажем тех же стандартов или примерных программ которые не обязательно утвердит ФУМО и возможно мы будем реализовывать также модель цифрового ЕГЭ где параллельно с обычными пунктами проведения единого государственного экзамена будут пункты проведения экзамена где детям будет разрешено использовать инструменты в своей деятельности и вот есть надежда что существенная роль в таких ключевых мероприятиях вот всего этого большого процесса цифровой экономик Российской Федерации будет играть именно фонд вклад в будущее организатор сегодняшнего мероприятия и скорее всего это мероприятие можно считать и стартом этого большого проекта в системе образования но соответствующие формальные документы правительство Российской Федерации видимо в ближайшие недели примет где в частности будут фигурировать и вот те обстоятельства о которых я здесь говорил и теперь наряду с большим проектом вот есть и маленькие реализации вот есть такая школа которая расположена на северо-западе Москвы на пересечении Крамышской набережной улиц народного получения где не всегда в цифровом формате но вот те принципы идеи о которых я говорил осуществляются и где возможно вот этот цифровой разрыв будет преодолен и будет даже пойдем немножко дальше в этой школе каждый учится хорошо это значит что он учится в соответствии своей траектории развития которая была спланирована и постоянно уточняется вот с помощью этого agile процесса о котором я говорил в рамках 40 часов без домашних заданий постоянно выбирая между теми и другими видами занятий и реализуя свой выбор и вот это дает такой успешный результат субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!